Когда Отсоном и Криком была открыта структура ДНК, то это была структура не просто ДНК абстрактной, а это была структура определенной формы ДНК. Эта форма называлась Б-формой ДНК. Потому что к тому времени Розалинда Франклин показала, что когда изучаются при помощи рентгеновского рассеяния волокна ДНК, то рентгенограмма радикальным образом зависит от того, при какой относительной влажности, при каком степени насыщения водой этого волокна, происходит эксперимент. Если волокно является достаточно насыщенным водой, то есть при высокой влажности, то возникает одна рентгенограмма, явно некая структура, которую она назвала Б-формой. А когда она высушивается, то возникает совсем другая рентгенограмма, сильно отличающаяся, то есть явно другая форма ДНК имеет место быть, и она назвала эту форму А-формой. Естественно, что Уотсон и Крик интересовались структурой именно Б-формы ДНК, потому что им было понятно, что та форма, которая соответствует высокой влажности, то есть приближает нас к тому состоянию, которое ДНК имеет в растворе и в клетке, эта форма должна иметь огромное биологическое значение, а форма А-форма, она может быть менее важна. Поэтому двойная спираль Уотсона и Крика – это структура Б-формы ДНК. Вскоре после их работы была с помощью рентгеноструктурного анализа определена, с помощью растения рентгеновских лучей, была определена структура и А-формы ДНК. И вскоре выяснилось, что А-форма ДНК тоже имеет огромное биологическое значение, потому что оказалось, что двойная спираль, которая создает молекулы РНК, они находятся и при обычной высокой влажности в растворе, они находятся в А-форме, а не в Б-форме. Это связано с тем, что РНК отличается от ДНК тем, что сахар, элемент структуры химической ДНК и РНК – это нуклеотид, и нуклеотид, он состоит из фосфата, сахара и азотистого основания. Так вот, и в том и другом случае. Сахар немножко разный. У ДНК он имеет в определенном положении просто водород, а у РНК – гидроксильную группу, О-Аш. И поэтому РНК называется рибонуклеиновая кислота, отсюда сокращение РНК. ДНК – это дизокси рибонуклеиновая кислота, то есть у нее дизокси, у нее кислород, она лишена этого кислорода. И это отличие в одном атоме ведет к очень серьезным отличиям в структуре, потому что из-за этой гидроксильной группы РНК не может принимать Б-форму. Ни при каких условиях. Но А-форму она прекрасно принимает. Поэтому А-форма, первоначально открытая для ДНК, оказалась той формой, которую всегда имеет двойная спираль РНК. Это очень важно, потому что, хотя двуспиральные РНК в живых клетках встречаются редко, хотя и встречаются. Но даже если имеется однонетевая РНК, она образует очень сложную структуру в пространстве. В частности, у нее возникают шпильки, и удаленные участки образуют короткие двойные спирали. И все эти структуры РНК находятся во форме. Спрашивается, хорошо, значит, у нас имеется А-форма, имеется А-форма. Существуют ли еще другие формы ДНК? Естественно, этот вопрос имеет колоссальное значение, потому что все, что касается структуры ДНК, мы должны знать, поскольку это самая главная молекула живой природы. В течение конца 70-х, 80-х годов прошлого века было открыто несколько структур. Наверное, больше структур не будет открыто, потому что с тех пор новых структур уже открыто не было. И, наверное, мы теперь уже знаем все возможные структуры ДНК. Их не так много. Первая, которая произвела большой шум структуры, была так называемая Z-форма. Ее открыл профессор Масучицетского технологического института Александр Ильич со сотрудниками в 1979 году. К огромному изумлению самих авторов и потом всей научной и даже ненаучной общественности оказалось, что некоторые короткие ДНК с определенной последовательностью оснований, они изучали такую СГСГ, гексонуклеатид, СГСГ, СГСГ, и, соответственно, он самокомплементарный, поэтому он образовывал двойные спирали. И когда они изучили с помощью рентгеноструктурного анализа структуру, этой маленького кусочка ДНК оказалось, что это совершенно не то, что предсказывали Вотсон и Крик. Вотсон и Крик – это была правая спираль, она имела вполне определенную закрутку правоспиральную, то есть вот такую, а это оказалась левая спираль, противоположная, у нее противоположная хиральность, как говорят. Это было полной неожиданностью и шоком. Но это оказалось абсолютно правдой, оказалось, что действительно вот такие последовательности, чередующиеся С и Г, могут образовывать такие спирали в определенных условиях, и поэтому Z-форма стала одним из важнейших элементов структуры, структурных элементов ДНК, о которых все, кто занимается молекулярной биологией, должны знать. Какие еще структуры были открыты? Еще было выяснено, что все эти структуры необычные, о которых я говорю, вот начиная с Z-формы, те структуры АА-формы и Б-формы, мы называем их каноническими структурами. Их особенность состоит в том, что любая последовательность оснований может принять эту структуру. То есть, когда природа занимается каким-то дизайном новых белков или новых каких-то структур, которые нужно записать в виде последовательности ДНК, она не должна заботиться о том, чтобы эти последовательности удовлетворяли каким-то дополнительным условиям, которые позволяли бы образовать, скажем, Б-форму ДНК. Любые последовательности образуют Б-форму ДНК, любые последовательности образуют А-форму РНК. Они могут быть немножко отличаться по стабильности, но при нормальных условиях они все будут достаточно стабильны. И все будет нормально. Все структуры необычные, о которых мы говорим, они все ограничены какими-то специальными последователями. В случае Z-формы это вот типа последовательности, не обязательно точно такая, но типа ЦГ, ЦГ, ЦГ. Вторая структура необычная, о которой я хочу рассказать, это так называемые крусиформы или кресты. То есть это последовательности, которые являются последовательными перевертышами или палиндромами. Они читаются одинаково слева направо и справа налево. То есть если мы читаем по верхней цепи, последовательность должна быть той же, как мы читаем этот же участок по нижней цепи. Мы тоже знаем перевертыши в языке, в русском языке известно очень много перевертышей. Я люблю, например, такой перевертыш. Не гни папин ген. Читаете ли вы этот текст слева направо или справа налево, вы получите одно и то же, если вы, конечно, не обращаете внимания на промежутки между словами. Не гни папин ген. Справа налево будет то же самое. Вот такие последовательности в ДНК, они называются палиндромные последовательности, они способны образовывать кресты. То есть двойная спираль может преобразовываться в такие две шпильки, в крестообразную структуру. И это вторая структура необычная, существование которой было доказано. Ну и третья структура, о которой я хочу коротко сказать, она связана с образованием тройных спиралей. В ДНК возможны тройные спирали, когда к двойной спирали ДНК присоединяется третья цепочка. И эта цепочка образует, если внутри двойной спирали, как мы знаем, это вот сенкриковские пары, то третья цепочка, она образует пары, так называемые хукстиновские, с одним из оснований вот сенкриковской пары, вот так вот присоседивается к ней сбоку. И тоже образует водородные связи, и возникает тройная спираль. Как оказалось, такая структура вот с таким элементом тройной спирали может образовываться из двойной спирали ДНК. Двойная спираль ДНК может сложиться таким хитрым образом, что образуется двойная спираль, половина из этого участка, который образует вот эту новую структуру, он остается в виде двойной спирали, а вторая половина разъединяется, и одна образует тройную спираль здесь, а вторая оказывается не структурированной, она оказывается в виде однонитевого участка. И такая структура получила название H-формы ДНК, и она тоже была показана, что она может образовываться. При каких условиях образуются эти необычные структуры? В общем-то, все они нестабильны по сравнению с B-формой в ДНК. Если мы говорим о линейной ДНК с концами определенными, то есть они имеют концы, тогда эти все формы при обычных условиях нестабильны. Но ДНК существует часто в кольцевой форме топологического напряжения, когда у нее имеется так называемая сверхспирализация, и вот в этих условиях все эти структуры, и Z-форма, и круси-форма, и H-форма, они действительно образуются. Это показывает четко эксперимент, это доказано, здесь никаких расхождений нет. И вопрос остается страшно интересный, какую же роль играют все эти структуры в различных условиях. Я еще не сказал еще про одну структуру, совсем интересную, тоже очень важную, когда четверная спираль образуется. Но эта структура образуется только в случае, если имеются только гуанины. 4G, они образуют так называемый G-квадруплекс. Это такой хоровод из четырех гуанинов. То есть вот, может быть, эти четыре структуры, Z-форма, круси-форма, H-форма и G-квадруплекс, они, в общем, исчерпывают основные, самые главные неканонические структуры ДНК. И вопрос, конечно, страшно интересный, какой они все играют, каждый из них играет роль и в норме, и в патологии, и как они используются в различных биотехнологических приложениях. Но это вопрос уже другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok